Продолжение следует... После июньских событий 2010 года на юге республики сохранились напряженность и негативные настроения. Многие семьи и предприниматели лишились своего бизнеса, жилищ, уверенности в стабильности и благополучии. Такие факторы, как отсутствие экономических возможностей, нехватка общественных ресурсов, ограниченный доступ к социальным услугам и к правовой помощи, способствуют возникновению почвы для недовольств и конфликтов. Продолжение следует... Программа предотвращения конфликтов и построения мира в Кыргызстане разработана Альянсом международных и местных НПО «Таск» и действовала с ноября 2011 года в течение 18 месяцев при поддержке Европейского Союза. Продолжение следует... Снижение конфликтов и продвижение прочного мира в Кыргызстане. В своей деятельности мы пытаемся способствовать решению социально-экономических проблем, которые приводят к недовольствам, к разногласиям, конфликтам на местах. Мы работаем почти в 200 сообществах – в Чуйской, Ожской, Джаллобадской и Баткенской областях. Работа ведется в тесном сотрудничестве с местным населением и местной властью. РИЧ – интерактивный онлайн-инструмент, предоставляющий информацию о факторах конфликтов и мира при помощи географических карт. Информация о потенциальных угрозах возникновения конфликтов помогает координировать действия для их предотвращения. Наша команда ездила в отдельные села, в которых мы определяли источники потенциальных разногласий. Были несколько фокус-групп – активисты, это были старейшины и молодые. То есть охватывались основные категории – это образование, здравоохранение, питьевая вода, сельское хозяйство, зимние пастбища. И каждая группа высказывала свое мнение и с какие-либо свои потребности и недовольствия. Вот эти результаты исследований, они объединялись в единый паспорт на основе паспортов, на основе вот этой информации, уже потом реализовываясь какие-либо проекты. В селе Арал Карадаринского Айлак-Мюты проживает более 6 тысяч людей, нуждающихся в медицинском обслуживании. Для них был создан фельдшерско-акушерский пункт, где им оказываются различные медицинские услуги. До создания ФАП жителям приходилось преодолевать долгий путь в районную больницу в Сузаке, что доставляло много неудобств и заставляло даже отказываться от лечения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Швея портной, парикмахер, электрик и сварщик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok оказывает содействие сторонам в выработке взаимовыгодного и жизнеспособного решения, с помощью которого можно устранить спор. Наша задача медиаторов, например, не в том, чтобы, скажем, чем-то материально помочь или мы не сможем им ни работу дать, ни зарплату, но мы своим добрым словом, советом и примирением между конфликтующими сторонами не доводим эти проблемы до каких-то последствий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok на улице Монуева, 126. Этот район пострадавший во время июньских событий 2010 года. Объект был сожжен неизвестными людьми, и также были у них утеряны все документы на дом. Малые гранты, выданные предпринимателям в рамках Дима Торзок, позволили решить проблемы уязвимых семей и вернуть им надежду на достойное существование. Компонент психосоциальная поддержка реализуется в десяти сообществах в трех областях. Было обучено 20 местных консультантов, которые создали инициативные группы для работы с населением. Оценка психосоциальных нужд, проведенная Актальянсом в 2011 году, показала, что в пострадавших районах южных областей Кыргызстана все еще присутствует необходимость оказания психосоциальной поддержки. По этой причине в рамках проекта реализуется компонент внедрения психосоциальной поддержки на уровне сообществ. Одним из примеров психосоциальной помощи стала работа сообщества GDLIC. Пройдя пятидневный семинар, консультанты ПСП создали инициативную группу, в которую входили главы села, учителя и сотрудники фельдшерско-акушерского пункта и другие активные жители села. Из-за беспокоенности многих членов сообщества за безопасность своих детей, данная группа инициировала создание детского сада в этом селе. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В сообществах Ожской и Баткенской областей было построено около 50 теплиц. Организованы тренинги и обменные встречи с участием местных фермеров для ознакомления с методами выращивания овощей и зелени в теплицах. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В селе Пор Каракульджинского района был построен мост, связывающий две части села. Этот мост позволил 50 семьям, отделенным рекой, получить безопасный доступ к основной части села. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По итогам программы около 700 человек приобрели навыки медиации. Более 1200 домохозяйств и предпринимателей получили правовую помощь. В 10 сообществах были проведены мероприятия по психосоциальной поддержке. Завершено строительство 90 инфраструктурных объектов. Более 500 молодых людей прошли краткосрочные курсы с последующим трудоустройством. Построено 42 водоизмерительных устройства. Более 2000 уязвимых членов сообществ улучшили свою доходоприносящую деятельность благодаря знаниям, практическим навыкам и материальной поддержке, полученным в рамках программы. В ходе деятельности программы жители около 200 сообществ в Кыргызстане укрепили связи между собой и построили доверительные отношения для дальнейшего развития и предотвращения конфликтов на местном уровне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok